Начну с пятницы Ленина 80. 35-летний водитель «Газели» протаранил «Фольксваген», а затем врезался в столб. В этом ДТП никто не пострадал. Кстати, в пятницу мы уже рассказывали об аварии с двумя пассажирскими автобусами. Напомню, на Зырянке на улице Шолохова дорогу не поделили две маршрутки. 52-летний водитель автобуса «ГАЗ» не предоставил преимущества в движении автобусу «Богдан», в результате чего произошло столкновение. В пятницу было зафиксировано 5 пострадавших, после в больницу обратились еще 3 человека. Получается, 8 человек получили травмы в том ДТП. В субботу в 5 утра со стороны Камского моста в сторону моста «Тряда» 47-летний пьяный водитель «Субару» не справился с управлением и врезался в два отбойника. Чудом в аварии никто не пострадал. К слову, водитель уже попадался за рулем в пьяном виде. Сейчас будет возбуждено уголовное дело. За повторное нарушение ему грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей. В худшем случае лишение свободы на срок до двух лет. В эти выходные на дороге у Соли и Орел случилось сразу две серьезных аварии. В воскресенье нарушитель на «Ладе Приора», будучи за рулем без прав, вылетел с дороги. 12 июля в 5.40 утра на автодороге у Соли и Орел двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением мужчины 32 лет, который не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля. У них травмы различной степени тяжести. У водителя перелом ключицы, гематома шеи. У 19-летней пассажирки закрытая травма живота, разрыв печени, отрыв желчного пузыря и другие серьезные травмы. На этом же участке дороги у водителя автобуса ПАС оторвало колесо. Оно улетело во встречный форт, нанеся автомобилю серьезный ущерб. Обошлось без пострадавших. С пятницы по воскресенью проводились профилактические мероприятия, в рамках которых было выявлено 112 правонарушений. Из них 17 человек управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 человек управляли транспортным средством без водительского удостоверения, столько же человек выехали на полосу встречного движения. Также 10 водителей не пропустили пешеходов. Сами пешеходы-нарушители попались 9 раз. Напомню, зафиксировано 15 серьезных ДТП, 11 человек пострадали. Сводку с дорог привел Сергей Калиник. Новости Верхниками.